всем привет из северного степного крыма сегодня у нас уже 3 июля 2020 года 10 часов утра на градуснике 35 градусов в тени от жары плавится мозг картина на пасеке как гусеница нападает на пчелу творчество творчество детенка у нас здесь пасека основном рабочем состоянии так вот это вот семейка что-то мне постоянно чудит хит они и гены такие другие семьи без маток нормально работают это почему-то тут шлифует прилетку бы непонятно почему вот несмотря на зару засуху он все высохло в драбадан 7 горит тем не менее разнотраве под маленьку потрошат аромат еще стоит на весь двор нектара баки в работе баки работают шурш идет все принципе работают водочки там что-то пытаются чуть шустрит летать пораньше делал лучше летают еще чуть похуже потихонечку уже летают семья то тоже без матки соседи красную часть он семья вываливается что ты вот и тресни матки у них пока нет еще не вылупилась угол стоит тенечки все нормально тут работать в тени сейчас 35 градусов поэтому пчелки усиленно вентилируют молодая думаю это просто молодой пчелы она сейчас не занята расплода нет открытого семье матка еще не вышла и молодая пчела вываливается ну что так то семья в работе и мед хорошо носит вот по поводу противорожного приема короче сделал я в этом году не типичный для себя противорожный прием первый раз такой попробовал забрал получается матку из этой семьи в отводок временно сделал два отводочка вытрусил всю семью выломался маточники короче оставил один хороший маточник но там где-то они свечей заложили своих я потом пустил плодную матку через неделю обратно через литок потом пускал еще не плодку через литок тоже вылупившиеся в отводке лишняя одна там было и вылупился маточник на данный момент оказалось что семье плодная матка старая находится которую опускал через литок ну то есть та которая собиралась раица раица она передумала семья вышла без проблем из раевого и начала собирать мед на следующий же день после раевого ну противороевого приема противороевый прием чем заключался отбор матки и струсил всю пчелу перед литком выломал маточники оставил один вот и весь противороевый прием все назад собрал как оно было добавил он там ващины семья работала на пяти корпусах один корпус я откачал меда и вчера я пересматривал но четыре корпуса там точно битком будет меда это пять корпусов получается меда ароматище стоит блин не передать вам какой нафиг там подсолнух это явно не подсолнух ароматище стоит разнотраве наша степного это сама короче получается пять корпусов меда уже она принесла после этого ну всего вместе как бы с противороевым приемом это получается 10 3 литровых бутыльков меда впереди еще два месяца до сбора думаю еще спятой корпусов принесет даже 10 корпусов или 20 бутыльков я думаю это нормально будет все единицы которая в ройку зашла ну и плюс две семьи вон там крайние два отводка крайние два отводка это от нее плюс две семьи будут облетаются сейчас моточки все будет хорошо то будет с нею говорю увеличение пасеки на две семьи и медок неплохо но это так чисто по одной семье они все залиты мне медом все уже давно позаливались и проблема у меня в том что я смотрю у других пчеловодов в частности георгия канал максим никуткин вот он делал у него медовики хорошо заливаются медом он делает отводки и отводки у него неплохо как бы ну освобождают матки место она работает у меня проблема другая в отводках сейчас начинают они облетаются начинают заливать медом короче вот такая вот беда у меня постоянно в это время когда главный взяток у меня пчела настолько дурная до меда что даже отводки которые делаю они начинают заливаться медом получается сокращают они матками эти кладку и и давят медом не знаю все причем это же не сказать что одна пчела у меня и баки так делают и и карника вот розик 1075 более чисто и моя поместная от карники пчела тоже она так же самое делает очень все семьи мне одинаково все равно давят маток есть марки которые получше там отвоевывают есть похуже отвоевают которые похуже отвоевают я и стараюсь браковать вот в меру как вот эта семья которая в прошлом году сильно залилась из-за этого слабая была мы ее спасали то есть она матка хорошая не ну она он нагнала полный улей пчелы плюс отводок сделал от нее но получается она имеет такую особенность заливаться сильно пчела слишком давит матку такие как бы проблемы у меня кого-то проблемы нет взятка у меня вот такая проблема что когда есть взяток они заливают маток ну как бы сама уничтожаются получается и это не сказать что именно в этом улье нет это у меня всегда была такая проблема во всех ульях не заливали маток получается во всех ульях как идет взяток в лежаках давили они маток в лежаках у меня чаще они роились поэтому до этого обычно не доходило я не умел нормально бороться с роением они у меня летали по округе всем основном они разлетались потому что мне некуда было их уже садить они летали да и все я им махал рукой короче хвосты оставлял также ломал маточники оставлял один маточник короче радовался жизни что у меня теперь никуда не полетят они у меня тут так пчеловодят есть люди которые по 40 лет так пчеловодят так же мне простительно было я был молодой глупый не имел еще не интернета ничего имел пару старых они пару там старые советские книжки которые друг у друга переписаны на были потому что как под копирку основу мне было это простительно когда мне появился интернет доступ к информации я начал зубрить это учиться и поменял полностью свою стратегию видение общей пчеловодства и если мне раньше устраивало бутылек меда если два бутылька меда качал слежака я был доволен как слон а сейчас меня бы 10 бутыльков считаю таким слабеньким но средненьким результатом это так потому что понимаю что нужно больше получать гораздо просто этот год май пролет за июнь можно сказать мало взяли на первую половину вторую половину малеха добрали это по сути сейчас пульях июньский мед потому что июль только начался взяли в июне как жаловаться нибудь взяли во второй половине июня сработало все нормально взяли не столько как хотелось бы но всегда хочется больше 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 такая натура человеческая ну вот он видите пасека в работе так они с утра шуршат от этого только фестиваля что-то не бывает бывает нормально не выключиться будет выключивается будет опять короче я считаю что это молодая пчела вот это выключилась потому что она шлифует прилетки именно не занятое дело молодая пчела выйдет матка облетается очень займется на делом часть пчелы потеряется в поле это пчела молодая перейдет тихонечку в ледку просто там час много выплодилось в но еще есть там расхода куча еще выплаживается получается ради рождается постоянно много пчелы молодой она пока делом сильно не занята расплода у нее нету мед прием час и так хватает это все пройдет со временем потихоньку пчела частично отойдет лет на это перейдет в разряд у льевой приемщица теперь и приемщицы подрастут там и перейдут в разряд летки короче так она все пойдет перестанут они очень выкучиваться на такую жару я сам бы тут выключился честное слово все уделяется к этой семье еще в рабочем состоянии они работают когда с утра 35 градусов это сегодня под 40 походу будет не сквознячка они такое что-то там шелест шевелит по верхам листья внизу даже мозг плавится надо чтобы выросла моя абрикоска и сделала там тень да будет более-менее жить тень одно спасение ладно все так наговорил он уже короче метод такой можно брать на вооружение он рабочий сработал на отлично я тоже беру себе в копилочку на вооружение я еще придумал что если меня например некуда будет отсаживать там маток не надо мне отводки можно короче наверх холстик сделать таки проставочка двухсантиметровую короче речки сбить подрамочное пространство было потому что на это зависит от корпуса у меня нету подрамочного пространства на корпусе у меня сверху сверху короче углубление снизу меня заподлицовывающим рамки поэтому будет давиться пчела и мне надо получается проставочки будет сделать такие маточку если в руку зашла струсил вытрусилась там оставил один маточник чтобы они спокойно себя работали маточку на недельку короче отсадил наверх в отводочек там забрал часть распада печатного к ней закинул там еще и ну там уже буквально этом рамки 4 5 забрал маточку пусть она там посидит малюха первое время ну или точек там не слитками корпуса поставил корпус леточком открыла и пусть они там вентилируют себе летают недельку матка посидела потом короче открываешь снимаешь вообще без всякого этого не надо там ничего никакие газеты мазеты они свою матку короче я пустил леток она зашла и приняли без проблемы все даже никто на нее внимание не обратил матка в общем выходит матка вышла не только семья матка должна сама по себе еще выйти из района и вот водочки откормят пчелки она потолстеет передумает летать начнет опять сеять рассеивается вот водочки и через недельку дней через десять обвиняющую обратку семью и все и семья здесь райвика переходит в медовик шикарный который дает вам два раза больше меда чем обычная семья даст потому что они есть потенциал роевой семьи плюс хвост все это в кучу отличнейший медовик который отработает все лето на ура спасибо за просмотр всем пока